Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Как я и говорил в предыдущих видео, 13 июля очень важная дата для всех рынков, в том числе для биткоина. Ведь только что мы получили обновленные данные по инфляции за последний месяц, и то, что мы сегодня узнали, совсем нехорошо. Поэтому я и выхожу на связь с этим небольшим видео. Но я не просто прочитал официальные цифры в хедлайнах новостей. Я также посмотрел то, что называется базовой инфляцией, или же Core CPI. И она тоже выросла больше, чем прогнозировалось. По прогнозам и ожиданиям, CPI за июнь должен был вырасти на 8,8%, а по факту вырос на 9,1%. Ужасающий промах аналитиков, и рынки уже на это реагируют. Биткоин падал ниже 19 тысяч долларов. Что касается базовой инфляции, по прогнозам за июнь, она должна была упасть по сравнению с маем на 0,2%. Но и этого не произошло. На самом деле она выросла больше прогнозов и больше, чем в мае. И это на самом деле очень плохо для рынков. Я проанализировал отчет по CPI за июнь и понял, что большая часть инфляции за этот месяц обязана. Росту цен на продукты питания и энергоресурсы. Энергоресурсы в среднем за июнь выросли на 7,5%. Но есть некоторый позитив в этом. За июль мы наблюдаем некое остывание, если можно так выразиться. Инфляция немного подуспокоилась. И вот это уже хорошо, потому что если за июнь инфляция выросла до 9,1%, а на протяжении июля все немного успокаивается, значит следующий отчет по CPI, который выйдет 10 августа 2022 года, может оказаться меньше 9,1%. И вот на это рынки отреагируют ростом. Биткоин отреагирует ростом. Это если мы говорим про CPI. Но если мы говорим про Core CPI, то есть базовую инфляцию, которая не учитывает энергоресурсы и еду, она тоже растет больше прогноза. Вот это проблема. Ожидалось, что она упадет на 0,2%. Вместо этого она выросла. И эту проблему решить гораздо сложнее. Как только этот отчет был опубликован, биткоин с 21 тысячи долларов рухнул до 19 тысяч долларов. Даже ниже падал. Американские рынки также значительно упали. Биткоин и криптовалюта в этом году столкнулись с такими сложными вызовами, которых в их истории еще не было никогда. Но я уверяю тебя, все станет лучше в будущем. Спустя несколько лет ты будешь вспоминать это время как невероятную возможность купить целый биткоин. Возможно, в последний раз в его истории. Сейчас же я ожидаю еще одну встречу в ФРС США, которая будет проходить 26-27 июля. Посвящена она будет повышению ставки либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. Еще вчера я думал, что на 100 базисных пунктов повышать ее точно не станут. Но после таких ужасных цифр, после этого отчета по инфляции за июнь, кажется, мы можем увидеть даже такое. Повышать ставки все равно придется, чтобы замедлять темпы инфляции, которая никак не может успокоиться. Как мы видим, пока что не удается успокоить ее с теми мерами, что уже были приняты. Например, в прошлом месяце ставку повысили на 75 базисных пунктов, а инфляция все равно выросла до 9,1%. Если на этот раз в этом месяце объявят о повышении ставки на 100 базисных пунктов, это будет просто безумие. Это произойдет уже 26-27 июля 2022. Но это мы говорим про Соединенные Штаты, скажешь ты. Но не стоит забывать, что то же самое происходит не только в Америке. Европа переживает то же самое. Япония – то же самое. Россия – то же самое. Люди смотрят, как их сбережения буквально растворяются из-за инфляции и обесценивания валюты. Посмотри, что происходит с евро. Евро дешевле доллара. Да в последний раз такое было в начале нулевых. Собственно, поэтому я и продолжаю накапливать биткоин. На медвежьих рынках мы накапливаем монеты, а на бычьем рынке – доллары для того, чтобы на очередном медвежьем рынке снова накапливать монеты. Биткоин и был создан для этого. Он был создан против обесценивания фиатных валют, против ФРС США, против правительств, против печатания денег, против такой инфляции. Просто задумайся, к чему привела нас фиатная валюта и все эти централизованные банки и правительства. Такой инфляции не было за последние 40 лет. Так плохо рынкам, в частности S&P 500, не было с конца 1800-х годов. Вдумайся в это. И все это из-за нарушения цепочек поставок, из-за печатания денег в рекордных масштабах, из-за таких факторов, как, например, война, на что мы, конечно же, повлиять не можем. Жесткие времена, ничего не скажешь. Ну а я буду держать тебя в курсе таких экстренных новостей и событий и постараюсь это делать максимально кратко и лаконично, и быстро. Поэтому подписывайся на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а меня зовут Богатейший Ди, увидимся совсем скоро в новых видеороликах. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok